Почти 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут получать наиболее нуждающиеся семьи региона. В областной закон были внесены соответствующие изменения. Если в 2020 году размер выплаты был фиксированным 4542 рубля, то теперь пособие рассчитывается в зависимости от сложности финансового положения семьи по трехступенчатой системе. Родителям могут выплатить 50, 70 или 100 процентов от прожиточного минимума. То есть от 4850 рублей до 9700 рублей. Новый порядок начисления выплат инициировал президент Владимир Путин. Изменения в региональном проекте были необходимы, чтобы система заработала на территории Белгородской области. Выплаты получат более 34 тысяч белгородских детей. То есть выплаты, которые будут направлены на совершенно четкий сектор социального общества. Внесены изменения и в статью социального кодекса. Теперь дети-сироты смогут бесплатно обучаться в вузах регионального подчинения. Раньше положение о льготном обучении этой категории детей распространялось только на федеральные вузы. Депутаты расширили норму на высшие учебные заведения, учредителем которых является правительство Белгородской области. Сегодня это Белгородский государственный институт искусств и культуры. Дети-сироты смогут обучаться не только на подготовительных отделениях, но и за счет средств бюджета региона в пределах установленной квоты получать высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Также на заседании председатель областной думы Ольга Павлова озвучила промежуточные итоги работы с наказами избирателей. Пока на 2022 год их запланировано к исполнению более 600. Специальная комиссия, в которую входят депутаты областной думы, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также региональной общественной палаты, рассмотрела задачи по каждому муниципалитету. Спорные вопросы вынесли на дополнительную проработку. 126 наказов предлагается к исполнению отраслевыми департаментами области. Часть наказов, а это 270, забирают на исполнение органов местного самоуправления. Более 200 наказов рекомендуется исполнить за счет средств инициативного бюджетирования.